Всем тихой ночи! Наверное, главное, чем он прославился, так это тем, что он стал любимцем детских каналов. В этом видео рассмотрим 96-го от и до, с момента, когда он был кондиционером и до самого его уничтожения. Да, изначально SCP-096 был кондиционером. В далёком 2008 году на сайте SCP-096-й объект был прибором для охлаждения воздуха, который моментально замораживает включившего его человека. Таким эффектом объект обладал за счёт наличия в нём некой аномальной субстанции. Сама эта жижа, попав в человека, также полностью лишает его тепла, доводя до сверхнизких температур. Бытовое устройство пролежало в камере номер 96-2 года и затем было уничтожено, а пустующий слот в базе данных занял тот 96-й, которого мы знаем. Однажды на одной из зоны SCP в герметичный стальной куб 5х5 метров завели худое, бледное, человекоподобное существо высотой 2 метра 38 сантиметров. Его тело было похоже на сильно искажённого человека. Руки вытянуты и имеют длину в полтора метра. Волос на теле нет. Лицо вроде бы человеческое, но рот открывается намного больше, чем должен. Картину дополняют полностью бесцветные, совершенно неподвижные глаза мертвеца. Мозговой активности у существа обнаружено не было, да и вообще по всем признакам существо являлось деформированным замороженным трупом. Однако оно вполне себе двигалось, издавало звуки, отдалённо похожие на речь, и большую часть дней медленно ходило по своей камере содержания. Объект, конечно, не самый приятный, но и, казалось бы, не очень опасный. Но это пока никто не видит его лицо. При этом опасно не только непосредственное наблюдение лица скромника, но и фотографии и видео, где можно увидеть хотя бы маленький его кусок. На рисунке и другие художественные изображения это не распространяется. Фонд SCP для борьбы с существом даже изобрёл устройство под названием шифратор, не дающее человеку увидеть страшную морду. Хотя первые модели работали не очень хорошо. Когда кто-то видит переднюю часть головы существа, оно поначалу начинает закрывать лицо руками, а также кричать, плакать и что-то промотать. Это длится примерно две минуты, после чего 96-е внезапно впадает в ярость и начинает бежать в сторону увидевшего. При этом он всегда точно знает, где находится этот человек, и на пути к нему может развивать высокую скорость в сотни километров в час. Двигаясь к наблюдателю, скромник легко ломает различные препятствия, проявляя при этом невероятную подвижность и разрушительные свойства. Бетонные заборы лишь немного его замедляют, и даже целые дома останавливают его бег только на какие-то мгновения. Фактически так и не был найден материал, который бы 96-й не смог разрушить в состоянии ярости. В тот же момент, когда скромник настигает свою жертву, он убивает её, и не успокаивается, пока от тела человека не останется никаких следов. Вероятно, он всё съедает своей огромной пастью. Главная опасность, которая исходит от скромника, заключается в том, что, возможно, цепная реакция. Пока скромник бежит к жертве, его может увидеть несколько людей, а что ещё хуже, его могут показать по телевизору, а его фотографии разойтись по интернету, и тогда монстра будет убивать бесконечно, устраивая по пути хаос-разрушение. В файле объекта написано, что, когда существо успокаивается, оно пытается вернуться в место своего обитания. Место это, судя по всему, где-то в горах, ведь впервые скромник был обнаружен, когда некий путешественник-эскалолаз сделал фотографию гор, где вдали находился случайно попавший в кадр скромник. Это были всего 4 пикселя на фотографии, но этого хватило для того, чтобы монстр перешёл в активную фазу и напал на свою первую жертву. Одна из основных теорий заключается в том, что гора, где появляется скромник изначально, это Эверест. И Эверест в мире SCP – это аномальный и довольно страшный объект сам по себе, имеющий номер SCP-5140. Аномальное свойство горы в том, что в ней находится множество замороженных трупов, поглощающих тепло, а также эти трупы со временем начинают двигаться, медленно перемещаясь по заснеженным склонам. Вероятно, скромник когда-то был одним из заживлённых, недобрыми свойствами горы трупов. Но почему же он стал настолько сильным существом? Возможно, дело в том, что скромник ещё при жизни был единственным, кто смог бросить вызов самому страшному обитателю горных вершин, существу, известному как SCP-1529 – царь горы. SCP-1529 – это человекоподобное существо, обитающее на высоте 8000 метров. На Эвересте, в так называемой мёртвой зоне, где, как считается, человек долго выжить не может. Издалека он выглядит как обычный альпинист, однако даже если наблюдать его вдалеке, в бинокль, его можно легко узнать, потому что он без видимых усилий перемещается по горе без всякого специального оборудования, да так, как было бы просто невозможно для обычного человека. Самые крутые склоны, снежные шапки, обрывы – для него это как широкий пешеходный бульвар. Существо также невозможно увидеть в тепловизор, так как температура его тела не отличается от окружающей среды, потому наблюдать за ним сложно, так что фонд устроил несколько наблюдательных пунктов с подзорными трубами для этой цели. Сам монстр никогда не спускается ниже 8000 метров, вернее такой случай известен всего один, и обычно опасен только для тех, кто зашёл в мёртвую зону. SCP-1529 начинает своё нападение с того, что старается всячески привлечь внимание альпинистов, заставить их на себя смотреть, если сразу не оторвать от него взгляд. Сделать это по своей воле становится практически невозможным. Человек, смотрящий в лицо чудовища, находится под сильным гипнозом, при этом ему хочется отдохнуть и расслабиться, что само по себе крайне опасно на смертельной высоте. Когда жертва перестает бороться за свою жизнь, SCP-1529 подходит к ней, и в этот момент человек практически сразу умирает от переохлаждения. Таким вот образом монстр убил сотни людей, известно всего о нескольких переживших эту встречу, и почти всех из них вовремя вытащили из области действия существа другие альпинисты. Выжившие рассказывают одну и ту же историю, что когда монстр приближается к ним, он начинает пристально смотреть в глаза и предлагает принять некий дар. Отказаться от предложений могут только очень выливые люди. Так вот, к чему это всё. Есть теория, что SCP-096 скромник был тем, кто отказывался принимать дар SCP-1529 при жизни и до самого конца, и монстр Эвереста, оскорблённый этим, решил преследовать его и после смерти. Воля к борьбе, однако, 96-го позволила ему не стать обычным шевеляющимся трупом горы, а сделала его достаточно могущественным существом, одержимым лишь одним – не дать царю горы смотреть на себя, не давать никому заглянуть в своё лицо. Да, это лишь одна из теорий появления SCP-096, и в целом истинная природа скромника остаётся неизвестной. Впрочем, другие теории все уровня. Был очень скромный парень, на которого все показывали пальцем, и скромность его была так сильна, что он такой вот стал. На содержание у фонда SCP-096 скромник оказался даже местами полезен, ведь иногда такое может случиться, что какой-нибудь враг фонда SCP внезапно обнаружит у себя в вещах фотографию с искажённой бледной мордой. Проблема была в том, что фотографии монстра время от времени всплывали и не по воле фонда. Тогда происходили разрушительные нарушения условий содержания. Во время одного из таких случилась довольно необычная история. В камеру ко впавшему в буйство SCP-096 зашёл SCP-049 чумной доктор. Он достал из своей сумки огромный старомодный шприц и вколол какую-то жидкость своему бледному пациенту. Внезапно скромник вспомнил, как он был человеком, ребёнком, сидящим под деревом, на котором висели острые осколки стекла, изрезавшие его тело. В этом видении чумной доктор залечивал его раны. Это, возможно, был единственный день, когда монстр успокоился, так и не убив человека, увидевшего его фотографию. Однако содержание 96-го было признано слишком опасным делом, ведь мало ли где и у кого могла бы храниться настоящая фотография скромника. Кроме того, по ходу исследований обнаружилась ещё одна проблема. Если кто-то создаст изображение скромника, не имеющее отличия от фотографии, это также провоцирует существо. Так что было решение его уничтожить. Было предпринято множество попыток разрушить тело скромника, однако с этой задачей не справился даже SCP-682, огромная рептилия, которую многие считают неуязвимой. Успехом увенчалась лишь та попытка, когда фонд решил использовать один из своих наиболее значимых объектов и поместил в камеру с 96-м ту самую скульптуру SCP-173. В течение пяти часов бетонное чудовище носилось по камере 96-го, заставляя его тело выворачиваться во всех возможных направлениях и конфигурациях, пока обитатель камеры не превратился в бесформенной комплоте. После этого тело существа накачали кислотой, но даже так оно пыталось наброситься на сотрудников SCP. Это, впрочем, был его последний бросок, потому что теперь пули охраны смогли остановить монстра. После всей этой процедуры многие люди в фонде SCP вздохнули с облегчением. Доктор Клеф даже повесил огромную его фотографию на стену, хотя провисела она недолго. Чудовище, даже будучи уничтоженным, продолжало вселять ужас в работников тайного фонда, и никто, кроме самого Клефа, видеть его больше не хотел. Впрочем, сотрудники организации, видимо, слишком расслабились после такого избавления, и останки грозного существа смогли выкрасть проникшие в зоны 19 агенты организации Маршал Картер и Дарк, которые с таким необычным уловом отправились в измерение потустороннего города Аллагады, чтобы выменять его на какой-нибудь ценный артефакт из других миров. Правитель этого мира, повешенный король, получив в свои руки череп скромника, смог, используя свои темные силы, воссоздать его целиком. Однако, с одним отличием, вместо лица у бывшего 96-го была неснимаемая фарфоровая маска, так же, как и у SCP-049 Чемного Доктора. Теперь скромника можно было лишь иногда встретить прогуливающимся по искажённым улицам Аллагады, которые он служит всего лишь украшением, и чем-то вроде диковинного животного, на которого приходят посмотреть из всех миров. Этим он будет заниматься теперь всю оставшуюся вечность. Это, конечно же, судьба объекта только в основной реальности SCP, но у нас тут мультивселенная, и поговаривают, что в каком-то мире его даже решили скинуть на Солнце, что закончилось в итоге очень плохо, настоящей планетарной катастрофой. Существует также мир, где с объектом 096 поступили просто разумно. Создали программу «Вирус», которая автоматически удаляет изображение существа отовсюду, а самого его навсегда запечатали в герметичной камере где-то в зоне 19. Единственное место, где скромник, похоже, неплохо устроился, это миры Лолл-фонда. Там он в целом оказался чуть более разумен, не был так агрессивен и даже принимал участие в спортивных соревнованиях между объектами. Сотрудники же местного фонда придумали надеть ему на голову маску SCP-035, после чего он стал вполне себе дружелюбным существом, которому было позволено свободно ходить по учреждениям фонда. Самая же страшная судьба постигла SCP-096, в том мире, где SCP – это сайт со страшными историями. Там по какой-то причине создатели детского контента начали эксплуатировать образ существа в качестве страшилки для самых маленьких, а плюшевые игрушки в виде монстра встречаются в торговых автоматах и магазинах. Некоторые миры хранят в себе воистину космические ужасы. Всем пока!